Доброго дня! Вы смотрите программу о животных с необычным названием «Хочу домой». Немного поясню. Мы говорим о собаках и кошках, рожденных под открытым небом и выброшенных нерадивыми владельцами на улице наших городов. Ну и, конечно, помогаем пристраивать в новые семьи собак, кошек и других животных посредством размещения в эфире нашей телекомпании видеовизиток. И, конечно, у нас в студии гости. Ветеринарные врачи, кинологи, волонтеры, просто любители животных, с которыми мы обсуждаем проблемы бродячих животных и пути ее решения. Итак, сегодня в программе видеовизитка о собаках, которым ищут новых владельцев. Пожалуйста, обратите внимание и помогите хотя бы передать информацию другим людям, что есть такие собаки, которым нужен свой ответственный владелец, дом и еда. Далее. Сегодня мы покажем сюжет о счастливом финале брошенной породистой собаке немецкой обчарки, которую привезли из Ижевска. И несколько месяцев искали ей хозяев, но потом нашли человека, который взял ее себе. И гость студии Наталья Добровольская, руководитель одной из ведущих клиник в Самаре, но самое главное, это, как бы сказать, не волонтер, да, а, наверное, скорее всего, как раньше называли людей, меценаты. Люди, которые часть заработанных средств дают на благое дело, в данном случае это на содержание собак на собственной территории. Правильно я представил вас, да, или можно немножко поправить? Практически все верно, то есть, однозначно... Как вы хотите, волонтер или меценат? Да как вам удобнее, но то, что я не волонтер, это точно, то есть я не бегаю, не спасаю собачек из каждой подворотни, не везу их там в приюты, но те собаки, которые появляются у меня в силу определенных обстоятельств, они просто остаются со мной, ну и проживают на нескольких территориях. Ну, скажем так, что ветклиника – это не основной просто мой бизнес, и у меня есть возможность поступать так, как мне это больше нравится. Собаки – это, наверное, какой-то тот положительный момент в жизни, который приносит определенную радость при общении с ними. Сколько у вас сейчас собак? Сложный такой вопрос, ну, наверное, где-то порядка 60, которые у меня живут на трех территориях, то есть часть из них живет у меня на заводе, часть живет со мной. Ну, и для какой-то части пришлось купить еще участок. Именно только для собак? Ну, не совсем для собак. То есть мои собаки являются еще и относительно людей таким положительным звеном, можно сказать, они их работодатели, потому что к собакам пришлось еще взять человека, который с ними там занимается, кормит, убирает. Это в силу занятости у меня, конечно, не хватает времени бывать сразу везде. Ну, то есть собаки, они еще приносят пользу людям, скажем так, обеспечивая их работой. 60 собак, 60 собак, это все равно, я понимаю, там, ну, 5, ну, 10 максимум. Вам удается с каждой из них пообщаться, подойти, поговорить, спросить, ну, как, дружок, у тебя дела? Ну, вообще удается. Да? Да, то есть порядка 9 собак живут со мной дома, и с нами живет замечательный наш кот, то есть у нас такая большая дружная семья. Семь собак живут у меня в вольере на этой же территории, две собаки живут замечательно с охранником в его комнате, то есть это вот непосредственно на том участке, где проживаю я сама в доме. Ну, и рядом есть участок, где появилось как-то порядка, наверное, там, 20 собак. А вот эти собаки, которые находятся у вас на участках, они на территории в вольерах или все-таки в таком свободном состоянии ходят? Часть собак, ну, то есть у них есть вольеры с будками, но основную часть времени они проводят свободно на территории, то есть они заходят спать в будке, живут в вольере, когда им там надо куда-то спрятаться от дождя или снега, а основную часть времени они находятся просто в свободном выгуле. Ну, опять же, я говорю, свободный выгул это именно в рамках моей территории, то есть собаки, они не бегают нигде по поселку, соответственно, все собаки стерилизованы, привиты и не представляют никакой опасности, то есть они совершенно социализированы, спокойно общаются с людьми и, в общем, я не вижу проблемы, почему этого не делать, если у тебя есть желание и возможность. Все-таки, я вот думаю, все-таки такое количество собак, а может быть, как-то организовывать, я не знаю, там, какие-то дружины именно по работе с такими собаками, я не знаю, там, идти охранять территорию поселка, там, не знаю, села, города и так далее, чтобы эти собаки работали. Можно как-то отбирать по рабочим качествам или нет? Ну, эти собаки, наверное, начнут работать, когда мы у себя в ветклинике сделаем все-таки станцию переливания крови, то есть я думаю, эти собаки у нас будут точно так же использоваться, как доноры, в плане того, что у них у всех прекрасное питание, совершенно, там, здоровый образ жизни, еще раз повторюсь, они привиты, соответственно, то есть это здоровые, нормальные, полноценные собаки. Это количество собак появилось у меня за какие-то, там, полтора года, то есть я совершенно, ну, не являлась раньше таким человеком и не ходила, естественно, не подбирала каждую собачку, которую видела на улице. Просто, скажем так, какие-то собаки появились в силу того, что как раз на вот этих вот территориях деревень, сел и так далее, очень много нерадивых хозяев, которые любят выпускать своих собак на самовыгу, ну, и, соответственно, потом вся территория начинает утопать в щенках. В общем, первые восемь щенков появились именно таким образом, то есть я ехала кормить свою собаку, которая у меня была на участке, то есть у меня маламут там жил. Маламут. Да, то есть те собаки, которых я заводила сама на вот именно территории, это были маламуты. Поэтому, приехав кормить... Вот, слушайте, ну, все-таки маламут, это считается как издовая порода собак, и то даже сейчас, насколько мне известно, многие от маламутов отказались, и эта собака чисто, ну, может, тяговая, но вот как спринтер по скорости эта собака никак не подходит. Слушайте, ну, здесь надо просто понять, кто для чего заводит собак. Да. Есть люди, которые заводят собак для того, чтобы извлекать выгоду из того, что они рядом. Я не отношусь к этой категории людей. Для меня собаки, еще раз повторюсь, это какие-то полноценные члены общества. Как бы сейчас ужасно это ни казалось и ни звучало. Но я воспринимаю собак совершенно как таких нормальных, равноправных партнеров, которые проживают с тобой на твоей территории. То есть, они мне не мешают. Я никогда не заводила собак для того, чтобы, например, заняться их разведением и зарабатывать на этом денег. Нет. Ну, я не думаю, что сейчас мало таких людей, которые не понимают, что на собаках больших денег не заработать. Ну, тем не менее, есть. Я думаю, что у нас то количество бездомных собак, которыми пополняется каждый день город, это как раз так, эти горе людей, которые решили стать заводчиками, совершенно не просчитав свои возможности финансовые и умственные, и, в общем-то, решив заработать денег легким образом, они понимают, что у них получают совершенно не то, что они планировали. Люди, которые приобретают щенков, в конечном итоге видят, что это не те собаки, которых они хотели бы рядом с собой видеть. Но почему-то у нас такая странная тенденция в обществе появилась, что все проблемы мы решаем просто тем, что открываем дверь и выставляем собаку за дверь. Спасибо большое. Мы, кстати, вернемся к этой фразе. Давайте прервемся на несколько минут и посмотрим видео-визитки о тех собаках, которым нужен свой дом и свои хорошие, ответственные владельцы. Что, кстати, еще раз напомню, что вся информация по видео-визиткам размещается на сайте нашего телеканала «Самара Агис», и вы можете найти ее именно там. Обратите внимание на эту собаку. Несмотря на грозный вид, характер у нее очень добрый. Назвали ее «Булочка». Возраст определили около пяти лет. Обнаружили пару месяцев назад в недостроенном доме одного из дачных массивов, худой и голодной. Пытались найти прежнего владельца, но безуспешно. Сразу во все группы ее разместили о поиске хозяина, но никто не откликнулся. Что и удивительно, почему мы предполагаем, что, скорее всего, какая-то трагедия случилась, и она стала не нужна. Потому что очень хорошая собака. Видно, в нее вложено любви, души. Очень много. И в такой ситуации оказалась явно не по своей воле. Обратите внимание на собаку порода Ротвейлер по кличке «Булочка». Заберите ее домой и сделайте ее и себя счастливой. Обращаться 231-4100. Поначалу сотрудники приюта назвали эту собаку Рея, но потом узнали ее историю и первичную кличку от первого хозяина. Звали ее Ева. Нашли возле одного из зоомагазинов привязанную. Почти день никто за ней не приходил, и сотрудники магазина сумели определить ее в приют «Надежда». Сейчас ей ищут нового владельца, доброго и ответственного. С другими людьми отлично взаимодействуют. Все хорошо, доброжелательное. Сами сейчас ее видели, как она общается. С детьми, с людьми, с кошками, с собаками. То есть собака социализированная. Отдадим со спокойной совестью, что никаких эксцессов не случится. Обратите внимание на данную собаку. Она готова уйти из приюта домой. Ранее проживала в квартире, и сейчас желательно тоже забрать ее в квартиру. Немного позаниматься, и Ева будет настоящим преданным другом. Обращаться 231-4100. Обратите внимание на собаку порода Ротвеллер. Назвали его Пират. Нашли недалеко от авиазавода в районе улицы Земица. Он прибился на предприятие. И стали люди замечать его. Он приходил на ближайший рынок, просил еду. Его там уже стали прикармливать люди. И выложили про него объявление, что вот найден Ротвеллер. Но он Ротвеллер народного разведения, как видно. Клейма само собой у него нет. Откуда он там взялся, никто не знает. Его тоже привезли, подкинули и сам пришел. Характер у него замечательный, отличный. Очень покладистый, с людьми прекрасно контактирует. К собакам нет никакой агрессии. На кошках еще пока не проверяли, не могу ничего сказать. Но со временем мы это узнаем. В новую семью вольется идеально. Конечно, скорее всего, лучше частный дом ему. Нам кажется, что он вольерная собака был. В настоящее время пират проходит реабилитацию по здоровью. Через пару недель он будет готов уйти из приюта. Заберите этого пса домой. Обращаться 231-4100. А самая первая собака у вас, я так понимаю, какая была самая первая собака? Моя самая первая собака была бультерьер. Бультерьер. Это в каком году? Ой, слушайте, это было так давно. Это был какой-то 90-е годы. Ну, 90-е годы, да-да-да. У меня был белый бультерьер. Я помню, что я снимала квартиру на проспекте Ленина. Мы с ней ходили гулять до речного вокзала. И, наверное, практически каждый прохожий считал своим долгом подойти ко мне и сказать, что вы завезли такого монстра, он же вас съест. На самом деле, Берта была совершенно замечательная, добрая собака. Она такой милый, добрый котенок. Любая собака зависит от воспитания. Ну да. То есть из любой собаки можно сделать крокодила и наоборот. Мы, вот, последняя ваша сказанная фраза была, то, что люди все-таки не понимают, но раз то, на что идут. И все-таки, когда мы обращаем внимание на собак беспородных, и мы уделяем большое, именно вот, как бы, большое внимание этой проблеме, мы тем самым уходим. А все-таки есть люди, которые заводят себе собак породистых, и они довольно-таки ответственно относятся к своим собакам. Может быть, чем дороже собака, тем более ответственнее относятся люди. Ну, я не могу так сказать, даже по собственному опыту. У меня была такая ситуация, что сейчас на заводе, а у меня живет маламут, опять же. То есть я заводила двух своих маламутов, Катю с Темой, и оказалось так, что мне позвонили общезнакомые и сказали, забери собаку. То есть ты любишь собак, знаем, что там маламуту плохо. Я забрала щенка, который в дальнейшем оказался родным братом моего Темы. Какая-то такая судьба. И собачку купили внукам за 60 тысяч. Но, тем не менее, это никак не спасло собаку. Детки поиграли. В конечном итоге собаку выбросили, посадили на цепь. И когда я его забирала к себе на завод, у парня просто была цепь, вросшая в шерсть, прям вот в кожу. Все-таки есть такие люди. Я думаю, что, к сожалению, порода сейчас совершенно не признак и не гарантия счастливой жизни. Но, тем не менее, все-таки, я не знаю, все-таки породистых собак выбрасывают все равно меньше, чем беспородных. Да, породистых собак чаще приводят. И беспородные собаки, вы кажется, сами плодятся или нет? Дело в том, что очень часто владельцы собак выпускают их на самовыгул. Тем самым они решают для себя проблему, чтобы не стерилизовать и не кастрировать животных, а просто дать собачке погулять. В конечном итоге, естественно, появляются щенки. Как у них появляются щенки, так и появляются щенки у тех собак, которые гуляют на улице. А вот дальше уже начинается очень интересная история. Почему-то люди у нас морально не готовы кастрировать своих собачек и стерилизовать, а вот пойти выкинуть щенков пачками в лес, это вот с моралью здесь у нас все очень хорошо уживается. Сейчас общество делится на, ну, я не знаю, в каком процентном соотношении, да, все-таки делится на людей, те, которые за то, чтобы вернуть эвтаназию, ну, чтобы она, естественно, была гуманной, да. А, естественно, зооволонтеры, люди, которые любят собак, они, естественно, я думаю, что таких уже сейчас, мне кажется, все меньше становится. Зооволонтеров, которые любят собак? Да, или нет, или неправильно я сказал. Я не знаю, нет. Я думаю, что люди вообще изначально делятся сами по себе на добрых и злых. Злым быть гораздо проще. Для того, чтобы быть добрым, нужна какая-то внутренняя сила и смелость противостоять всему тому обществу, которое сейчас аплодирует эвтаназия. Но начнем с того, что я не верю в гуманную эвтаназию в нашем обществе, в конкретно нашем обществе. И так как это предлагают производить, на мой взгляд, ну, давайте называть тогда вещи своими именами, это просто убийство. Что делать? Раньше это было убийство, да, действительно. Это кунг, автокунг, газовая камера, и действительно было убийство. Вы верите? Хорошо, но такое количество собак, которые сейчас плодятся, я понимаю, что тогда нам надо в каждом районе сажать по одному инспектору и одному ловцу, чтобы он вылавливал именно собак, именно сук, которые сейчас находятся в стадии, ну, возможного зачатия, скажем так. Может быть, стоит ужесточить все-таки ответственность для владельцев собак, которые отправляют их на самовыгул, и ввести именно в ГОС какую-то программу, чтобы это была обязательность, стерилизация и кастрация своих животных, если ты не состоишь в каком-то клубе и не разводишь именно собак. Ваше предложение, пожалуйста. Ну, мое предложение именно такое, что это надо ввести просто в обязательном порядке, что если ты заводишь собаку, соответственно, и не стоишь где-то в клубе, в принципе, то есть тебя можно обязать, чтобы до двух лет ты стерилизовал либо кастриживал свою собаку? Лет 10 назад пытались выделять какие-то квоты или пытались клиники, частные клиники, обязать заниматься льготной стерилизацией. Если сейчас, допустим, будут выделяться какие-то средства на это, ну, льготные, я так понимаю, да, все равно, допустим, там, пять операций в месяц. Я думаю, это не состоит же труда для клиники, для врача и так далее, провести пять операций за определенные там деньги, и тем самым такое количество клиник, которые находятся сейчас у нас в городе, мы хоть чуть-чуть, чуть-чуть поможем людям, именно малым мучим людям, которые хотят иметь собаку. Или как? Слушайте, я сижу, улыбаюсь, потому что вы мне говорите такие вещи, а с того момента, как я стала собственником клиники, произошло это совсем недавно, в июле 22-го года, я просто продолжу, мы очень часто стерилизуем вообще бесплатно собак-волонтеров, я беру, допустим, оплату стоимости стерилизации на себя. Точно так же мы проводим достаточно большие акции по стерилизации кастрации, где даем приличные скидки. То есть, на мой взгляд... А если, вот все-таки, у нас же вот эти деньги, которые выделяются сейчас подрядчикам, они выделяются там, ну, в сумме там 2,5 тысяч рублей на стерилизацию, все-таки еще будет распределяться по клиникам. Ну, я думаю, что это будет хороший вариант. Ну да. Просто это должно распределяться, скорее всего, не по клиникам, а по каким-то районам, где именно будут те же самые волонтеры вести учет собак. И, на мой взгляд, не совсем верно всех собак объединять в какой-то один единый отлов по городу. То есть, проще это сделать по районам. То есть, чтобы эти же собаки не увозились куда-то в непонятные места. Можно точно так же стерилизовать их в их районах, потому что в каждом районе практически есть ветеринарная клиника. И после того, как 3 дня они пробудут в этой ветклинике, выпускать их в совершенно привычные места содержания. Вот это мы можем зафиксировать как предложение от вас. Итак, предлагаю прервать нашу беседу на несколько минут и перейти к просмотру сюжета «Нашли немецкую обчарку в Удмуртии» и ее дальнейшая судьба. Так получилось, что в августе прошлого года любимая собака Елены Чалкиной ушла, как говорят в народе, за радугу, дорогой цветов. В доме стало пусто, несмотря на то, что еще жив и здравствует кот, который был другом прежней собаки, прожившей счастливые 14 лет. Переживали, думали, а может снова завести собаку или кошку. А здесь еще и кот совсем заскучал. Решили не брать породистую собаку. Начали просматривать фотографии собак из приюта. Ну и вторая фотография, на которую я наткнулась, это была фотография Айчки. Ну и неделю она у меня не шла из головы. Через неделю я позвонила на передержку, где она жила. Самое смешное, что оказалось, что она в полкилометре от нашей дачи была, на передержке тоже на даче. Ну и я оттуда прям заехала, посмотрела на нее. Тоже долго думали, мы сомневались, потому что очень было больно еще. Эту немецкую длинношерстную овчарку нашли в одном из районов города Ижевска. Женщина из Самары, работая там на заводе, пару недель наблюдала за ней, подкармливала. И в свой выходной увезла собаку из Ижевска в Самару, временно оставив ее у себя. Спустя еще неделю выложила фотографии во все чаты потеряшек. В это время Елена Чалкина и наткнулась на эти фото. Знаете, даже какую-то роль сыграло то, что они очень похожи. Овчарка была длинношерстная у нас. Ну то есть вы все-таки постарались найти в новой собаке какую-то часть старой собаки? Что-то или сравнивали? Даже не знаю. Нет, не сравнивала, не сравнивала. Да ну, мне в свое время, знаете, мой ветеринар сказал, что с этой породы не соскакивают. Вот у нас уже третья овчарка. Последние лет 15 народе среди любителей животных бытует мнение, что больших собак держать в квартире немыслимо, не рекомендуется, нельзя. Ну, я-то вообще не согласна, понятное дело с этим, раз у меня третья собака, да. То есть у нас раньше вообще двухкунтная квартира была, когда у нас первая собака появилась. То есть никаких проблем нет совершенно. То есть она действительно находит себе место. Но Таечка у нас любит спать около порога. То есть вот она себе там нашла место. Ну, а поскольку в квартире жалко, она даже на подстилке не спит. То есть есть у нее и коврик свой, и все. Ну, не хочет. Вот жарко, тепло летом. Ну, а летом-то мы на дачу с ней уезжаем. То есть там ей, конечно, при воле. И Волга рядом, и лес, калитка в лес открывается. Но в квартире, я вот не знаю, я не вижу никаких проблем. Ну, гуляем мы с ней два раза в день. Утром и вечером. Кстати, замечательно, чтобы смеснить образ жизни, например. Прошло 4 месяца, как трехгодовала немецкая овчарка по кличке Айя появилась в семье Елены Чалкиной. Можно сказать, повезло обеим. Собаке с новой хозяйкой. А Елене – с Аей. Однако они еще познают друг друга. Ну, во-первых, она начинает осваиваться. Правильно? То есть из глубин подсознания что-то там вылазит. Ну, это же всегда так. Это и у людей так же. Вот. Но я думаю, что мы понимаем друг друга. Хотя, например, дочь с ней как-то еще немножечко опасается так сильно заигрываться. Вот. Взрослая дочь у меня. С кошками ладит. Нормально. Отлично. Они по ней ходят пушком. Кошки ведут себя более нагло, чем собаки, так сказать. На улице Ая ведет себя отменно. За собаками не гоняется. Любит играть. Но самое главное – она боится остаться одна без Елены. На прогулке отходит от нее не более чем на 7-8 шагов. Очевидно, собака боится снова остаться одна. И уже, возможно, почувствовала доброту и любовь от Елены и ее семьи. И теперь старается отплатить ей тем же – собачьей преданностью и любовью. Вчера я обратил внимание на новость с сайта «Известия». Обнаружена самая старая по возрасту собака. Ей на данное время 31 год и 256 дней, по-моему. И на днях ее внесли в Книгу мировых рекордов гимнесса. Порода собаки – португальский мастиф. Обычный вот распроживание собак таких пород – 12-14 лет. Но, как видим, все индивидуально. Хорошая генетика и, самое главное, собаку не перекармливали. И, как я прочитал, очень много хорошо гуляли. Вот, как вы считаете, все-таки ваше количество собак… Вы сейчас содержите полностью за свои средства, за свои… Да, я не провожу сборы. То есть все собаки, они исключительно на моем обеспечении. Как вы думаете, каждой собаке нужно внимание? Каждой собаке нужно, чтобы она не одичала? Что-то нужно делать для того, чтобы собака не одичала? Вот так вопрос. Ну, безусловно, для того, чтобы собака не одичала, ей обязательно нужно общаться с людьми. Поэтому мои собаки, они не содержатся в варианте того, что им оградили территорию. Привозят еду и оставляют их там одни. С моими собаками обязательно находятся люди. И если я уехала куда-то по делам на работу, соответственно, то есть с ними всегда находится человек. У вас такое количество собак. Вы не пытаетесь найти какой-то собаке хозяин? Пристроить? Вы знаете, пыталась. Из всех тех собак, которые у меня появлялись, у меня получилось пристроить только, наверное, трех. То есть я не отношусь к тем людям, которые готовы избавиться от собаки, отдать ее в любые руки. Ну, вы же понимаете, что количество, каждый раз она будет нарастать, нарастать, и вам будет жалко вот эту собаку, эту, эту, эту. И оно может увеличиться до катастрофических размеров. У моих собак у каждой есть своя история, они не появлялись у меня просто так. То есть вот, допустим, двух собак я забрала из Дагестана, их привезли из Махачкалы. То есть там был очень красивый пес, но, к сожалению, там еще существуют собачьи бои, а он был добрый. То есть у меня совершенно замечательный алабай, который не хочет драться на собачьих боях. И ничего другого люди не придумали, как отдать его на притравочную станцию. То есть я забрала этих двух собак в прошлом году, они у меня появились 12 апреля. Они у меня даже идут под таким названием, что это мои космонавты. Собаки приехали в ужасном состоянии, то есть они были все в шрамах. Сейчас это такие две большие добрые кошки, которые живут у меня на заводе, у них там своя территория. Точно так же есть человек, который занимается. И куда я могу их отдать? Да, да, это да, это ваши собаки. Наталья, вот смотрите, стоит ли отлавливать тех собак, которые социализированы, которые находятся, не знаю, там в своих дворах, при своих там рынках, которые кастрированы, и которые не представляют там угрозу для окружающих. Стоит ли такую собаку сразу брать и отвозить в приют? Ведь видно же, или люди не видят, что собака нормальная, в хорошем состоянии, она прикормлена. Стоит ли таких собак в приют тащить? По мне лично, пускай будет голодная, полуголодная жизнь на свободе, чем сытая и страшная жизнь в приюте. Я здесь полностью согласна. Я, наверное, просто сама тот человек, который очень любит и ценит свободу. Поэтому все те люди, которые хватают вот этих несчастных собак пачками и везут в приют, это совершенно не помощь, на мой взгляд. То есть я бы немножко иным образом поступила, зная, опять же, что в каждом районе есть какие-то места скопления собак. Можно просто сделать, то есть там какое-то небольшое количество будок поставить туда, чтобы они не бродили по всему району. А те люди, которые хотели бы их кормить, они могли спокойно приходить именно на этой территории. То есть это вот такие некие, такие муниципальные земли, да? Ну, да, какой-то такой небольшой вариант, который можно даже оградить небольшим вольером, поставить туда там порядка пяти-шести будок. Как правило, зимой собаки в эту будку вмещаются по три-четыре, и там хорошо, комфортно. То есть это бы избавило людей от того, что они сидели бы у их подъездов, люди понимали, куда можно прийти и покормить собак. Может быть, каким-то образом это решило бы конфликтную ситуацию между теми, кто любит собак, и теми, кому не нравится, когда они заходят с ними в подъезд. То есть при желании можно решить все. Очень последний-последний короткий вопрос. А нужно ли вводить штрафы для людей безответственных? Еще раз, штрафы именно вот, чтобы там на самом углу либо там взял собаку, поигрался и так далее. Я считаю, что да. Надо вводить штрафы, надо завести какой-то еще, сделать реестр тех владельцев собак, которые взяли одну собачку, поигрались, выбросили, потом взяли вторую, третью. То есть у них иногда бывает нескончаемый поток. Большое спасибо. Итак, наша программа подходит к финалу. Еще раз обращаю внимание на информацию о видеобюзитках. Если вы не запомнили телефон, то заходите на сайт ТВ Самара ГИС, и там есть вся информация о собаках и кошках, которые нуждаются в новом доме, еде и самым ответственным владельцам. Напомню, мы и беседовали сегодня с гостем Натальей Добровольской. Всего вам доброго. До следующего эфира. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова